Друзья, всем привет! Сегодня очередная столярная солянка и в продолжении к прошлому видео сразу хочу показать новые эксперименты работы на ЧПУ. У меня есть определенное количество вот таких обрезков слэпов термодерева, из которых больше я обычно пускаю в токарку, ну а те, что не подходят по своим габаритам, идут на жертвенный стол ЧПУ. Собственно, исходя из будущей модели мне подошла довольно толстая заготовка, из которой надо было получить 350 мм длины и 150 мм ширины для фрезерования сложной минажницы. Но по факту я покажу, что ничего сложного в этом нет, и довольно просто получить фрезеровку выемок любой формы и глубины. После того, как заготовка была сформирована для надежного крепления на столе, перемещаемся за компьютер и открываем автокад, в котором я нарисовал вот такую форму будущего изделия. Общая форма будет овальной и четко вписанной в размеры заготовки, а перегородки отсеков будут в виде вот таких зигзагов. Это отсылка к давним задумкам по соединению разных пород дерева в виде паззлов, и по факту понадобилось лишь масштабировать наш зигзаг в размеры этого овала и методом смещения линий продублировать этот вектор для получения будущей толщины перегородок. Далее переходим в векторик и импортируем наш вектор в проект равного размера. Тут уже гораздо удобнее и быстрее обрезать вектора и удалить все лишнее в интерактивном режиме для получения необходимых замкнутых областей. Хвосты и мусор можно не трогать, так как в итоге для создания форм из векторов мы будем указывать только замкнутые области, но соединение открытых векторов как раз следующий шаг, который смело можно делать с погрешностью в 1 мм. Ну а далее все как с недавними тарелками, выделяем замкнутые вектора и получаем сложные фигуры из контуров. Тут все по вкусу, но я все же предпочитаю углов 90 градусов, что дает максимальную выборку материала. Базовую высоту можно не трогать, а конечную разумеется ограничить по высоте в зависимости от толщины вашего материала. Обычно это значение меньше на 10 мм. И вот таким образом выдавливаем фигуры из всех контуров. Тут программа уже сама играет с рельефом, изменяя глубину фрезеровки в зависимости от площади фигуры в данном конкретном месте. В данном случае фрезеровка будет односторонней, тем не менее происходить все это будет в два этапа с начальной черновой по вектору с помощью концевой фрезы, а в итоге чистовая с помощью сферической, для которой я выбрал шаг с захода в 7% при диаметре фрезы в 6 мм. Это вполне достаточно для получения отличного результата, не требующего последующей шлифовки. Для тарелок, конечно, эффективнее работать чашечными фрезами, но когда речь заходит о сложно рельефных формах, то проработать их можно только сферическая или конусная фреза. Так как недавно я нашел восьмую цангу для своего одиннадцатого патрона и, в принципе, испытал ее в разных ситуациях, хочу поменять большинство фрез для ЧПУ на восьмой хвостовик, так как это куда эффективнее и существенно меньше резонансных вибраций, когда речь идет о длинном инструменте. Конечно, еще лучше двенадцатый хвостовик, но его можно встретить только на трехкиловаттных шпинделях, что для моей энергосети чревато. Поэтому для меня оптимально восьмой хвостовик на полукиловаттном шпинделе, да и работая с термодеревом, я все равно не собираюсь закапывать инструмент на всю его рабочую длину, избегая сколов. В этот раз я не стал фрезеровать контуры изделия до нуля с помощью длинной 6-мм фрезы и предупреждая резонансные сколы, поэтому прошелся относительно короткой восьмеркой до половины. Как и предполагалось, никаких вибраций в пазу обнаружено не было и все прошло чисто на разных скоростях. Так что закажу концевую фрезу подлиннее и посмотрим как будет справляться она. А пока что было решено отпилить остатки заготовки на ленточке и обогнать фрезой с верхним подшипником. Это очень мощная фреза на двенадцатом хвостовике, который я раньше копировал элементы мебели по шаблонам. Рабочая высота тут 50 миллиметров и позволяет обогонять практически любые силовые элементы конструкции с деревом. Соответственно, тут для фрезы была задача подчистить 25 миллиметров высоты, что конечно не проблема. Но как и положено, при переменной подаче термодерево пытается пригорать, особенно на торцах, и это дело не страшно и убирается физичным шлифованием. Если вдруг займусь серией изделий, то конечно можно будет попробовать оптимальные обороты фрезера и метод подачи, чтобы минимизировать дальнейшую ручную шлифовку, но на одном изделии это понять довольно сложно. Вообще, как правило, подобные изделия шлифуют на кантошлифовальном станке, заваливая периметр на определенный угол, и всего этого обгона можно было бы избежать, ориентируясь по верхнему периметру после ЧПО. Но у меня такого станка нет, поэтому я пошел по такому пути с итоговым закруглением большой радиусной фрезой. Для этой фрезы данные обороты подошли куда больше и к чистоте поверхности в плане поджогов вопросов нет вообще. Теперь как ни крути, надо поработать руками и сгладить все возможные неровности от фрез и шлифовальных машин, после чего, конечно, изделие приобретает законченный вид. Единственное, при грубой шлифовке надо заходить немного глубже, если где-то все же были прижоги, так как на термодерию после отделки все огрехи видны на порядок лучше. В принципе, чтобы это понять до отделки маслом, можно немного смочить место, по которому есть сомнения, обычной водой, и это проявит все косяки. Заготовка у меня была чуть меньше модели, оттого на плоских вершинах овала получились прямые, так как периметр был описан за пределами заготовки, но после шлифовки этот момент практически незаметен. Отделку в этот раз производил маслом для столешниц, который также подходит для разделочных досок, кухонных принадлежностей и детских игрушек. Масло максимально натуральное, так как в основе лежит льняное масло и полностью отсутствует тяжелый металл и прочие гадости. Также у этого состава высокая механическая устойчивость, что немаловажно для хрупкого термодерева и повышенная стойкость к таким продуктам, как кофе, красное вино или фруктовый сок. Наносится все это на чистую и сухую шлифованную поверхность зернистостью не более 240 грит, иначе впитываемость будет недостаточной. Слой равномерный и тонкий, но с термодеревом можно не скромничать, так как впитывает оно много. Ну а через 10-15 минут удаляем излишки и оставляем на полимеризацию в проветриваемом помещении. Второй слой можно наносить не ранее, чем через 12 часов, ну а полная полимеризация наступает через 7-10 дней. Вот такое получилось изделие, которое можно использовать как по назначению для каких-нибудь орешков, так и как предмет интерьера. Ну а по такой технологии можно получить сколь угодно сложные рисунки минажниц. Прошло уже более трех лет, как я работаю на чугунном распиловочном станке, и конечно за это время стол изрядно подпачкался различными окислами и следами от клея с маслом, так как нередко приходится использовать стол станка как сборочный. Как известно, чугун очень быстро окисляется, и достаточно ненадолго положить на станок свежую древесину, как исходящая от нее влажность наведет на чугунных частях станка довольно серьезную коррозию. И вот, чтобы не шлифовать все это дело наждачкой, я приспособил под это скотчбрайт, установленную на обычную эксцентрику и орбиталку. При этом чугуняку надо подбрызгивать той же ВДшкой и в итоге довольно быстро получаем равномерный матовый эффект. А чтобы этот процесс не повторять часто, столешницу стоит натереть любым воском с той же располировкой падом. Тогда выкислы не будут проявляться мгновенно, а подача заготовок будет более гладкой. Также тут обнаружился неопубликованный кусок из визита Сангедальча про соосность токарных бабок, которые очень пригодятся для обладателей токарных станков с поворотной передней бабкой. А вот смотри, что получается. То есть, вот если бы мы поставили центра, я же тебе в принципе центра могу свести вот при таком положении бабки. Конечно. Иголочки совпадают, типа все нормально. Да, да, да. А здесь мы уже совмещаем. Вот видишь, он уже у тебя косячит. Вот сейчас мы их совместили. Да. Уже оси совместили. Согласен. Крутая вещь. Вот. Теперь, значит, мы имеем полное право фиксировать переднюю бабку и пометуем на то, что у нас как бы все должно быть объект махта. Вообще, очень рекомендую к просмотру видео про приемы классического точения от брюкнера, которое не так давно было на моем канале. Интересных фишек там очень и очень много. Также недавно поставил себе в мастерскую онлайн камеру для контроля работы ЧПУ, так как станок работает порой целый день и чтобы была возможность куда-то отойти без навязчивых идей, что с ним может быть что-то не то или тупо вырубится напряжение и его придется перезапустить, очень удобно подсмотреть за его работой в любой момент через приложение на телефоне. Камера подключается к Wi-Fi роутеру в мастерской и находится в постоянном следящем режиме. Ну а чтобы подключиться к ней, захожу в приложение и подключаюсь к камере, которых может быть сколько угодно. Также есть очень приличная инфракрасная подсветка для ночного наблюдения. Так что уже думаю оставлять ЧПУ на ночь. Еще недавно поменял обычную помпу охлаждения на чиллер, который в основном используется для лазерных трубок, но для ЧПУ он просто мега эффективен и не давал температуре подняться выше 26 градусов в течение целого дня. Так что осталось решить вопрос с бесперебойником для станка и парой датчиков дыма и можно гонять круглыми сутками. Напишите в комментариях свой опыт автономной работы подобного оборудования и систем безопасности и контроля. Я думаю этот момент очень важен, так как ночью ЧПУ можно гонять тупо по другим электротарифам. Приехала мне тут долгожданная посылка с комплектующими для одного очень интересного проекта. С тех пор как я поставил старые колонки от музыкального центра GVC в своей самодельной гостиной было много замечаний, что они туда совершенно не подходят и масса предложений сделать что-то самодельное. Собственно тут практически все для реализации этой задачи, а именно комплект динамиков, пищалок и рупоров для стереофонических колонок от Fatal Pro. Это итальянские производители премиум класса, так что колонки надо будет сделать соответствующего внешнего вида. Под эти динамики есть полный расчет размеров и объема будущей акустики, но вопрос формы и отделки остается открытым. Кроссоверы для колонок я заказал у профессионала, поэтому моя работа сделать сами корпуса колонок. Подробности будут уже в самом проекте, но все предложения и пожелания приму к сведению. Последний раз акустику я делал еще в школе из советских 75 гдн, это конечная эволюция. С другой стороны к этим колонкам скорее всего понадобится сап, но сделаем, послушаем, посмотрим. Кстати самодельный усилитель у меня уже есть, для которого тоже надо будет сделать корпус. Продолжаю перегонять обрезки в фрезерованные буквы, из которых я не так давно делал журнальный столик. Как казалось, тема заинтересовала немало народу, который нашел применение таким буквам в декоре, оттого периодически делаю чистые комплекты букв без отделки и основания. Темного материала у меня вагон и маленькая тележка, а вот со светлым беда, оттого приходится напиливать откровенные кусочки дуба и ясеня. Буквально на днях еду за деревом, так что процесс немного облегчится, так как каждый раз переписывать программы под новые кусочки дерева времени требует немало. При наличии же габаритного материала процесс раскладки и формирования можно будет унифицировать, но тем не менее, как я уже говорил, основной жертвенный стол моего станка не имеет никакой перфорации, что очень удобно для крепления любых заготовок шпилькозабивным пистолетом. А если надо отфрезеровать что-то большое или даже с двух сторон, то на этот жертвенный стол устанавливается накладка с перфорацией и эксцентриковыми заживами. По мне так гораздо удобнее. Возвращаясь к буквам, стоит отметить, что процесс отделки маслом тут нереально долгий, особенно удаление излишков, поэтому альтернативой может быть покрытие лаком из краскопульта. Ну а про само проектирование и подробную технологию изготовления таких букв я рассказывал в видеожурнальном столике, так что тут повторяться не буду. Но появились кое-какие идеи по оптимизации, новым фишкам с подсветкой для таких столешниц или панно, о чем расскажу в отдельном видео. Переходя к другой информации, стоит отметить, что про меня недавно написали статью на фотосайте, в которой можно прочитать про мое оборудование для съемки и прочие мелочи, о которых не раз спрашивали, но руки до подобного видео никак у меня не доходят. Ссылку на статью оставлю в описании. Также недавно я участвовал в стриме по торцевому пилению древесины, для которого делал подборку своих приспособлений и устройств. Короче, решил, что и сюда не грех вставить. Стримом проходит на джетовском канале по средам в 19.00 и всегда много интересных гостей. Что касается торцевания, то все вообще начиналось с торцовочной пилы, так как сначала была стройка. Но с позиции прошедших лет и некого опыта для меня торцовочные пилы так и остались исключительно строительным инструментом для задач плотницких либо черновым для работ в мастерской. Разумеется, есть торцовки дорогие и точные, но я им предпочитаю хороший распиловочный станок, так как он позволяет справляться с куда большим количеством задач. Тем не менее, для стройки нет ничего лучше обычной пилы с протяжкой, позволяющей работать с большим сечением строительного леса. Но ни для кого не секрет, что эта самая протяжка дает сильные погрешности, а то запилить банальную раму для картины на ней будет задача не из простых. Если даже получится уловить эту настройку, то долго она не продержится, такой уж конструктив большинства пил. Но для мастерской такая пила тоже не очень удобна, так как требует довольно глубокого стола. Как правило, это метр с лишним и это совсем никуда не годится. Со временем строительные задачи отпали полностью и в итоге от этой пилы отказался и перешел на мелкую торцовку без протяжки. Точность выросла, но несущественно от того пила так и осталась черновой. Этим летом, как некоторые видели, я снова занялся каркасным строительством, для чего, конечно, мелкая торцовка не годится. И ко мне на тестирование попала новая пила Jet с большим 300 мм диском. Протяга там нет, но 200 мм пропила она обеспечивает, что делает такой инструмент более универсальным. Погрешность там существенно ниже за счет отсутствия направляющих, следовательно, пила компактная и вполне годится для черновых с плюсом работ в мастерской и для стройки. Ну, с торцовками более-менее понятно и куда интереснее поговорить про торцевание на распиловочном станке. Тут просто изобилие угловых упоров и кареток, от них напрямую зависит точность торцевого пиления, которое прямо отражается в процессе сборки изделий. Достигается все это в основном ползунками этих кареток и вот на них я предлагаю остановиться поподробнее. Как правило, большинство кареток для торцевания у нас самодельные, которые строятся из фанеры или массива. Разумеется, при построении онных мы всегда стремимся сделать минимальный люфт, что при наличии двух ползунков вполне реально. Но делая их из дерева, мы рискуем получить, так сказать, сезонное устройство, которое в зимний отопительный сезон будет работать с прослаблением, когда влажность и температура в мастерской минимальна. А летом каретка попросту не сможет вставать в пазы нашего станка из-за набравшего влажность ползунка и высоких температур. Дерево гигроскопичное и сильно зависит от влажности. Фанера в принципе тоже, но в меньшей степени. Ну и вот тут стоит рассказать, какие же есть варианты борьбы с люфтами, так как у меня за все время скопилось довольно приличное количество разнообразных решений и давайте пробежимся в хронологическом порядке. Первый распиловочный станок у меня был Makita 2704 и угловой упор в нем не имел никаких возможностей избавиться от люфта. Болтался в пазу довольно прилично. Это угловой упор от моей ленточной пилы и сразу возникает вопрос, почему у профессиональной пилы такой простой угловой упор без регулировок люфта. Ответ в принципе простой, так как ленточное полотно не пильный диск и никогда не даст нам чистовой торец для склейки или прощих соединений. Соответственно это черновая каретка. Но Makita являлась распиловочным станком и просто обязана была иметь четкое решение торцевания. Но не имея тогда фуганку, у меня в принципе не было больших запросов на точность, ибо сами понимаете все было далеко не идеально. Когда же я подобрался к токарке, конкретно к сегментному точению, вопрос распила под углом встал острый и я перешел со стандартного углового упора на угловой упор крэк, в котором с помощью шкалы нониуса и системы устранения люфта на ползунке можно было добиться гораздо более серьезных результатов. Ползунок имеет довольно простую систему удаления люфта с помощью вот таких пластиковых винтиков. Практически сразу упор был доработан под нарезание сегментов с помощью противоскольной накладки и механического прижима для экономии материала, и с помощью этого можно было дорезать бруски до самого конца, не боясь за свои пальцы. По поводу износостойкости этих противолюфтовых винтиков у некоторых были вопросы, насколько быстро они стираются, так вот на бытовых станках вроде моей Makita с алюминиевым столом выработки не было вообще. В таком виде этим упором я пользовался довольно долго, до тех пор пока не поменял сам распиловочный станок на поверматик, но это отдельная история. На поверматике уже угловой упор совершенно другого класса и более того его ползунок имеет одну из лучших систем удаления люфта. Также довольно интересный механизм смены угла и по традиции несколько базовых установок. Этого упора вполне хватает для торцевания, но поначалу я его недооценивал и пользовался, да и сейчас иногда пользуюсь упором от Крэг. И возвращаясь к Крэговскому ползунку, стоит отметить, что на чугунном станке началась небольшая выработка этих юстировочных винтов. Дело не страшно, их всегда можно заменить, но напрашивается вывод, что упор этот предназначен как раз для хоббийных станков, стол которых не причиняет никакого вреда этому упору. Соответственно, практически сразу для поверматика сделал пару вот таких кареток под напиливание сегментов с фиксированным углом, ну а Крэгу и родному угловому упору остались лишь задачи прямого торцевания. Ползунки самодельных кареток получили те же минусы вследствие реакции на окружающие условия, поэтому работали только зимой, когда и были сделаны. Далее я нашел довольно интересное решение от Microjig, знаменитый своими толкателями Gripper, который представил вот такие универсальные ползунки с самым простым нивелированием люфта. Они пластиковые, но в отличие от крэговских винтов вырабатываться тут попросту нечему. Даже если спустя какое-то время произойдет прослабление и появится небольшой люфт, всегда можно быстро перекрутить регулировочные винты и расклинить ползунки в ноль. Ну и собственно самый Hi-Fi в мире торцевого реза, это вот такой комплекс от Inkra, в котором все предусмотрено до мелочей. Долгие годы я наблюдал за обзорами у других блогеров, у того же Андрея Ермолкевича, который скопил целую коллекцию подобных упоров, единственное без стола. И я наконец сподобился до этого сам в свое время и сразу хочется отметить самый продвинутый ползунок, вес которого больше всех вместе взятых предшественников. Ну и в целом доброе количество точек расклинивания, чтобы не иметь прославленных мест по всей длине движения. Но фишка этого комплекса в том, что это не просто угловой упор, а фактически торцевой подвижный стол, который перемещается по столу распиловочного станка. Сделано все для того, чтобы придать угловому упору вторую точку крепления для абсолютной жесткости. Вот этого как раз всегда не хватало и несмотря на довольно внушительный алюминиевый профиль того же Крэга, при такой длине в работах всегда имели место быть небольшие прогибы, что немного сбивало угол. Если для соединения двух деталей это не так страшно, но при склейке сегментных колец, когда угловых соединений может быть до двух-трех десятков, каждая угловая минута может сложиться в существенную суммарную погрешность. Поэтому, как можно заметить, этот угловой упор создавался в первую очередь для точного нарезания сегментов, и я уверен, сами токаря принимали в этом активное участие. Этот комплекс реально лишен недостатков, кроме раз что цены, поскольку штука заморзкая и ничего с этим не поделать. Продолжая исключительно про ползунки, хочется отметить еще одно интересное решение Уинкро на примере вот этого ползунка, который скорее призван фиксировать ее в пазу стола циркулярки. Тут довольно интересный профиль, который расклинивается специальной гайкой, тем самым фиксируясь в пазу, соответственно весь этот комплекс работает вот так. Но рассказывать про этот комплекс можно очень долго, так как количество фишек тут запредельно, но из основного мне очень понравился сам профиль упора, который имеет уже метрическую шкалу и зубчатые рейки, с помощью которых ограничитель длины, который тут тоже непростой, устанавливается исключительно с шагом в один миллиметр. Также в комплекте идет довольно удобный прижим и расширитель профиля, который позволяет торцевать в размер довольно длинные заготовки. Ну а система установки угла тут просто супер, с помощью двух фиксаторов и вот такого коромысла можно легко и точно устанавливать любой угол с шагом в полградуса. Соответственно вот такие у меня виды кареток и ползунков, у каждого из которых свой метод устранения люфта. Вот такая на сегодня столярная солянка и еще хочу порекомендовать канал молодого мастера, которого категорически советую поддержать. Ссылка также будет в описании. Ну а на сегодня все, спасибо за внимание друзья и всем удачи!